Итак, добрый день, ребята! Сегодня мы продолжаем наше занятие. Сегодняшняя тема у нас посвящена основным операциям в языке C. Итак, самая общая операция является, конечно, операция присваивания. В языке C оператор присваивания записывается как переменная присвоить какое-либо значение и точка с запятой. В – это переменная, а А – это выражение. Можно использовать последовательные присваивания. Например, сумм равно А, равно Б. Что это означает? Это означает, что мы присваиваем переменной А значение Б, и переменная сумм, соответственно, тоже присваивает значение Б. Присваивание производится слева направо, то есть Б будет присвоено А, которая, в свою очередь, будет присвоена сумм, так что все эти переменные получат одно и то же значение, а именно начальное значение переменной Б. Итак, набор арифметических операций. Стандартные арифметические операции – это умножение, в данном случае будет символ умножить, деление – это будет бэкслэш. Знак процента – это сложное деление по модулю, которое мы рассмотрим ниже. Итак, операция сложения – знак «плюс» и вычитание «минус». Операция деления по модулю используется в целочисленной арифметике. Ее результатом является остаток отделения целых чисел. Что это означает? Это означает, если мы, например, хотим разделить 20 на 3, при простом делении это будет ответ 6 с копейками. Если же это по модулю, то это означает остаток при делении. В данном случае значение 2. Операции «плюс» и «минус» имеют приоритет ниже, чем приоритет операции деления и по модулю. Точно так же, как и в математике, если будет написано 2 плюс 2 умножить на 2, сначала мы умножим 2 на 2, а потом произведем операцию сложения. Итак, у них, в свою очередь, ниже приоритет унарного минуса. То есть сначала делается унарный минус или плюс, а, соответственно, потом уже умножение и деление. Итак, рассмотрим пример. На прошлом уроке мы с вами говорили о том, что каждая программа должна иметь хотя бы одну процедуру. В данном случае процедура «мейн» – это процедура, которая обязательно должна быть. Затем нам необходимо ввести какие-то значения, соответственно, произвести какое-то вычисление и так далее. Итак, операция «мейн». Операция – это наша функция «мейн». Затем у нас идут открывающиеся скобочки и обязательно нужна закрывающаяся скобочка. Это говорит о том, что эта функция начала свое начало и закончила. Итак, что означает «инт» «м1» «м2»? Это означает, что мы с вами создали две переменных целого типа. «инт» означает целого типа. И, соответственно, они первоначально не имеют никаких значений. Что же означает следующая строка? «м1» равно «м2» и равно какой-то формуле вычисления. Итак, давайте посмотрим. Значение «плюс» у нас в скобках умножить на 5. Соответственно, мы будем выполнять сначала плюс, потом умножение. И унарный минус уже будет ставиться ко всему этому выражению. Здесь у нас будет выполняться сначала 8 плюс 3 умножить на 9, и потом, соответственно, 11. И по порядку. Не забудем, что 266, деленное на 16 – это операция деления по модулю. В итоге, после этого вычисления, данный результат будет записан в «м2» и будет записан также в «м1». Итак, вычислили. Данный оператор означает, что это комментарий. Что значит комментарий? Это означает, что не будет никаких проблем, если вы напишете любую информацию, которая будет стоять после данных знаков. У нас есть открывающийся знак и есть закрывающийся. Соответственно, вся эта строчка будет являться комментарием. На результат и на решение программы он не имеет никакого значения. Следующая у нас идет строка. Это «принц». Это оператор вывода. Мы выводим сначала значение, просто строчку строковую «м1 равно». Потом вместо «процент д» у нас подставляется значение «м1». И слэш «н» означает, что мы переходим на следующую строчку. Следующий оператор, оператор вывода, выводит уже значение «д», как «м2», деленное на «3». Это операция увеличения и уменьшения «плюс», «плюс», «минус», «минус». Давайте посмотрим. Итак, что же это за операция? Это операция, которая позволяет нам увеличить или уменьшить значение переменной. Операции могут быть выполнены в середине выражения. Причем эти операции могут быть выполнены до и после выражения. Давайте посмотрим, например, и увидим, как эти операции работают. Итак, первый пример у нас. «i» равно 10. Тогда, если мы сделаем «x» равно «i++», присвоить переменной «x» значение 10. Это означает, что мы присваиваем 10. Но что же происходит дальше? Мы увеличиваем нашу переменную «i» на единицу. В следующем примере «x» равен «плюс», «плюс», «b». Здесь тоже присваивается переменная «x» значение уже единички, 11. Почему? Если стоит у нас «плюс», «плюс» за переменной, это означает, что сначала произойдется присвоение, а потом оно увеличится. Если же стоит сначала «плюс», «плюс», мы сначала увеличиваем переменную, а потом делаем присвоение. Итак, следующий пример. «Сум» равно «a» плюс «b» плюс «плюс». Что же это означает? Переменная «плюс-плюс» означает постпектная форма, а эта «плюс-плюс» перед переменной означает префиксная форма. Итак, давайте рассмотрим. «Сум» равно «a» плюс «b» плюс «плюс». Значит, постпектная форма означает, что переменная будет изменяться только после того, как ее значение будет использовано. А префиксная форма означает, что переменная изменяется перед тем, как ее значение используется. В первом случае сложим «a» плюс «b», присвоим результат «сум» и увеличим переменную «b» на единицу. Во втором случае сначала увеличим переменную, значение переменной «b» на единицу и сложим «a» и «b» и присвоим результат «сум». Казалось бы, просто, да? «Плюс» поставить вперед переменной или «плюс» поставить после, но это огромную роль играет, когда вы будете делать программы с использованием циклов. Так, следующий пример. Итак, у нас функция, в которой будут описаны переменные целы «a», «b» и «s» равно 0. Еще раз повторим. Переменные «a» и «b» будут целого типа, но они не будут иметь какое-либо первоначальное значение. «s» равно 0. То есть она уже первоначально соответствует значению 0. Теперь, что означает данная строчка? «a» равно «b» равно «g». Это означает, что все три значения у нас будут одинаковые. Теперь давайте мы рассмотрим эту строчку. «s» равно «a» плюс «b» плюс «плюс». Это означает, что мы сложим переменные «a» и «b», присвоим их в «s», а переменная «b» увеличит свое значение. Ну и аналогично выводу. Значит, мы сначала выводим. Вместо процента «d» мы подставляем значение «s», вместо процента «d» второй подставляем значение «b». И переход на строку. Следующее. «s» равно «a» плюс «плюс» «плюс» «b». Вспомним, как у нас работает пост-эксное присвоение. То есть сначала переменная «b» увеличит свое значение на единичку, а потом сложится с «a» и запишется в переменную «s». И, соответственно, мы выводим значение. Сначала выводим значение «s», вот она у нас, потом выводим значение «b». Вот она у нас здесь. Итак, операция вычисления и уменьшения имеют очень высокий уровень старшинства. Только круглые скобки обладают более высоким приоритетом. Поэтому, если вы хотите, чтобы действия выполняли сначала сложение и вычитание, лучше, конечно, эти переменные взять в скобки. Итак, преобразование типов. Мы остановимся на данной типе, потому что преобразование типов имеет очень большое значение при программировании. Многие программисты забывают о том, что необходимо следить в ходе программы за значением переменных. Иногда они становятся целыми числами, вещественными, а иногда они преобразуются в строки, и работать с ними приходится сложнее. Итак, примеры. Если в выражении используются операторы различных типов, то они преобразуются к некоторому общему типу. Компилятор использует набор правил для автоматического преобразования типов. Давайте рассмотрим, что это за правило. Итак, первое правило. Если операция выполняется над двумя данными различных типов, обе величины приводятся к высшему. Что это означает к высшему? Например, если мы складываем вещественное и целое число, высшим типом будет являться вещественное. То есть, если мы складываем 0,5 плюс единица, соответственно, ответ у нас будет вещественный. И этот процесс называется повышением типа. Следующий, второй. Последовательность имен типов, упорядоченных от высшего типа к низшему, выглядит так. То есть, сначала идут вещественные, double, float, long. Затем идут приоритетные целые, int, short, а затем уже только char. Примечание. Ключевое слово unsigned повышает ранг соответствующего типа. Если вы поставите ключевое слово unsigned перед типом данных, он уже будет выше, чем все члены его упорядоченного ряда. Итак, в операторе присваивания конечный результат вычисления выражения в правой части приводит к типу переменной, которой должно быть присвоено это значение. Данный процесс может привести к повышению или понижению типа. Итак, давайте посмотрим на примеры. Если у нас переменная sh будет типа char, переменная i будет int, и переменная fi будет float. Итак, что же произойдет, если мы напишем вот эту строчку? Давайте разберемся. Сначала у нас char будет присвоено значение a. а затем будет присвоено значение int, это означает, что будет взят его код, и уже этот код будет преобразован в вещественное число. В итоге, когда мы захотим с вами вывести значение, что же произойдет? Мы выведем сначала как char, затем целое число и вещественное число тоже. Итак, давайте посмотрим. sh плюс sh плюс f. Что же произойдет? sh у нас char. Мы хотим, чтобы у нас в итоге появился результат в виде чара. Что же происходит? Так вот, f у нас преобразуется в char, в код символа, и, соответственно, складывается со значения. То же самое будет преобразовываться уже здесь. Коды будут символов преобразовываться в значения и присваиваться уже целому числу. В данном случае, посмотрите, у нас получилось 197,2,0, но будет присвоено значение 197, то есть целое число. Следующее значение уже тоже можно будет рассмотреть таким же образом. Мы с вами берем код, соответственно, умножаем его на вещественное число и складываем с переменной, которая была до этого. Итак, какие же у нас будут результаты? Результаты у нас будут значения. В первом случае это будет символ A, код этого символа 65, и преобразованное он в вещественное число будет 65,0. Если же мы берем второй пример при выборе, уже у нас будет переменная B, потому что мы сложили, да? Код у нас будет уже новый, 197, и значение уже будет 329 дробь 10. Вы заметили, простые арифметические вычисления плюс-минус и присвоить привели к тому, что у нас переменные стали соответствовать не тем значениям, которые бы нам хотелось. Поэтому вы должны, может быть, даже искусственно преобразовывать переменные, чтобы знать, в какой переменной какие значения сидят. Чем плохо в C, например, можно преобразовывать, вы заметили, да? Можно будет сложить и чар, и флоут. В некоторых языках программирования такое запрещено. Поэтому контроль придется осуществлять вам самим. Еще один вид преобразования – это именно искусственное преобразование. Для этого нам необходимо выполнить следующее. Итак, преобразование типов, рассмотренные выше, выполнялись автоматически. Существует возможность точно указывать данные, которым необходимо привести некоторую величину. Этот способ называется приведение типов и используется следующим образом. Перед данной величиной в круглых скобках и имя типа указывается, и, соответственно, образуется операция приведения. Итак, каким образом происходит общий вид? Это будет написано тип данного, в который вы хотите преобразовать, и выражение, которое в данном случае будет вычисляться, и оно станет именно этого типа. Где фактически имя требуемого типа подставляется вместо слова «тип». Давайте посмотрим. Пример. m будет у нас типа int. Если же мы произведем вот такое вычисление, что произойдет? У нас будут складываться вещественные числа и отниматься. Соответственно, у нас будет результат, видите, минус 5, да? Ну, будет равен значению пятерочки. Что же мы хотим сделать? Мы хотим искусственно каждую величину, вот 2,7 и 2,9, преобразовать в целые числа и, соответственно, произвести уже вычисление. Как же произойдет данное решение? Он преобразует сначала искусственно в двойку, двойку складываем, получается 4. Заметьте, да? Просто определение, приведя к определенному типу, мы получаем совсем другие результаты. И результаты эти имеют очень большие расхождения. Поэтому будьте внимательны, когда вы собираетесь выполнить какое-то действие. Итак, выражение представляется операцией и некоторые из наименьших выражений, которые называются подвыражениями. В языке сей каждое выражение имеет свое значение. Например, если мы хотим выполнить вот такое значение, то оно будет равно единице. И лучше, конечно, не использовать такой формат присвоения, потому что даже когда вы пишете проект, вам тяжело сообразить, чему же вы на самом деле хотите присвоить. И желательно каждое присвоение делать отдельной строкой. Хотя C, наоборот, позволяет вам сделать это намного проще и удобнее. Итак, операции отношений. Мы с вами говорили только об арифметических операциях, но об операциях отношений мы сейчас поговорим, потому что они будут вам необходимы для решения задач с различными условиями. Ну и, скорее всего, ни одно приложение не может существовать без условий. В любом случае оно должно быть. Итак, операции отношений используются для сравнения двух значений. Какие же операции это бывают? Операции меньше, меньше равно, равно. Заметьте, для того, чтобы написать равно, вам надо будет сделать два знака. Многие забывают об этом и, когда появляется ошибка, не могут догадаться, в чем же проблема. Итак, два равно – это будет знак равно. Больше равно – больше. Данные два символа говорят о том, что это не равно. Итак, значит, у нас есть основные операции, которые позволяют нам работать с двумя значениями. Итак, оператор присваивания. Посмотрим, который у нас есть. Это у нас V равно A. Мы уже говорили, что есть такой оператор. Можно сделать его таким образом, то есть присвоить значение Y какое-то выражение, которое написано здесь. Давайте вспомним, что такое SQRT. Это у нас корень числа, да? Значит, заметим, 7 умножить на х плюс 3. Сначала мы делаем умножение, потом сложение. Затем делаем корень из данного числа и, соответственно, умножаем это и уже потом складываем. Любой оператор присваивания, заключенный в круглые скобки, является выражением с определенным значением, которое получается в результате этого присваивания. Например, выражение в вида S равно 13 плюс 12 меньше или равно 30. Давайте рассмотрим данное выражение. Итак, S равно 13 плюс 12. 25. То есть 25 меньше 30. Да. То есть ответ у нас будет истина. В данном случае у нас выражение будет равно истине. Вы знаете, что любое выражение, которое имеется с операциями отношений, имеет всего два значения. Это истина или ложь. То есть правда или нет. Да или нет. Так, далее. Контрольные вопросы. Давайте посмотрим. Назовите тип данных для работы с беззнаковыми целыми числами. Вам надо будет вернуться к слайдам и посмотреть, какие же типы данных являются беззнаковыми. Что значит беззнаковыми? На этот вопрос вам тоже надо будет ответить. Далее. Какие существуют формы записи операции увеличения и уменьшения? И чем они отличаются? В данном случае мы с вами говорим о двухпоспексной и префиксной форме. Помните, плюс-плюс А или А плюс-плюс. Чем они отличаются? Когда надо поставить А плюс-плюс? Когда надо поставить плюс-плюс А? Точно так же у нас есть операция минус-минус. Мы, кстати, их не рассмотрели в примерах, но она существует. Третий вопрос. Назовите директиву при процессоре для определения символьных и строковых констант. Итак, помните, мы говорили с вами, что такое директива предпроцессора. Мы можем сейчас вернуться и посмотреть, какие директивы мы с вами использовали. Итак, директивы – это те необходимые вещи, которые нам позволяют подключать дополнительные возможности к нашему проекту. Итак, для определения макро мы с вами делали define, чтобы определить какую-то переменную и присвоить ей конкретное значение. Для include – это мы подставляем какие-то внешние файлы в библиотеки, которые позволяют нам добавлять новые возможности. Например, если мы подключим include sddi, sdio, h, это означает, что мы подключили стандартный вывод. Если же мы пытаемся с вами подключить math.h, это означает математические функции. Соответственно, мы можем уже использовать с вами такие функции, как abs, sqr, sqrt. Итак, давайте посмотрим, какой вопрос следующий. Извините, что так получается переключать, но возможности переключения на нужный слайд отсутствуют. Итак, какие спецификации формата являются эквивалентными при их использовании функции scan? Мы с вами говорили, что оператор scan – это оператор что? Оператор ввода. Давайте посмотрим, как мы осуществляли операцию ввода. Итак, scan. Повторим пройденный материал, который у нас с вами был до этого. Итак, функция scan используется практически тот же набор символов, что и функция print. Для этого вы должны будете еще раз посмотреть таблички, которые позволяют нам определить спецификации формата. Если это процент d, это десятичное число. Если процент c, это символ. И так далее. Спецификаций не так много, поэтому вы можете спокойно их запомнить. Хотя бы основные штуки 4-5, которые помогут вам в дальнейшем потом осуществлять работу с приложением. Итак, вернемся опять к вопросам. Плохо, конечно, что сегодня не было присутствующих. Мы тогда могли бы обсудить каждый вопрос по отдельности. Итак, следующий, пятый вопрос. В каком случае происходит повышение типа? Для этого вам сначала надо будет определиться, что когда мы начинаем присваивать какое-то значение, производить выражения какие-то, а потом присваивать значения, у нас есть приоритетные. Если мы складываем целое и вещественное, ответ будет, соответственно, вещественный. И для того, чтобы произвести повышение типа, нам с вами надо поставить слово «unseign». Также для того, чтобы данное повышение не происходило, скажем так, автоматически, мы можем это сделать уже искусственно. То есть поставить перед значением или перед выражением в круглых скобках тот тип данных, который нам необходим. Итак, мы с вами завершили основные элементы, которые необходимы нам для того, чтобы начать уже программировать на языке C. Огромное спасибо всем за прослушивание. До свидания, до новых встреч.